я сегодня хотел бы продолжить вчерашнюю тему у нас вчера было семинар посвященное как бы лингвистическому повороту так и называем то есть условно говоря моих изучение моем изучении сознания мышления происходит как вот некая перестройка до терминов как я это понимаю или большое значение как бы приобретает лизы то что я последнее время как раз и пытались понять что редукция к логике есть есть некая не ошибка как бы а есть некое упрощение дело в том что я уже рассказывал об этом что такое как строить систему для того чтобы понять это надо обратиться гегелью потому что гегель был первым и сам одним из первых серьезных системы техниках устроил систему и он как раз и устроил на основе как бы вот логики там хотя построить если говорить о наших терминах некую формальную систему который понять были бы вписаны как в некую тотальность и тем самым с помощью этой тотальности можно было бы описать весь мир описать весь мир с точки зрения позиции всеобществе все частные науки конечно тоже свое место имеют они занимают они тоже важны как но они это все редуцируются к никому всеобщему видению дают это всеобщее видение должна была дать система науки гегеля вот так был гегель был такой проект том числе проект состоял в том что вся философия какая существовала до него должна была объединиться некую единую философию и каждый каждая отдельная философия должна получить некое свое место в общем движении философии вся история философии превращался никого одну философию и это и почему это и объединение было возможно опять же на то же самом основании на основании логики на основании тотальности мышления мышление своим поступательным развитие в истории она движется от одной формы другой все более усложняет как бы она проходит многообразие этих логических форм причем исчерпывать все возможные формы это как бы без обязательного условия здесь очень важно что как бы не просто как бы она по какой-то случайной траектории двигаться а нейある advis자가 и другие возможности до еды дерево возможности постоянно исчерпывается помяти того как развивать как развивается дух выс спас future у каждого количества но приобретает свою какую-то философию какой философии как-то и выражается полно ценно потом из этого вырастает как бы новые возможности и эти новые возможности нлепя своеобразным образом там трапятся в дiedo и возможностей и тем самым как вот мы наблюдаем историю некой расхождение философии именно этим гегель объяснял почему с точки зрения формальной философии, существует так много философий, которые друг другу противоречат, он говорит, что это только внешний взгляд на философию, а на самом деле с логической точки зрения все они укладываются в некую единую тотальность, которую можно назвать мышлением, общим мышлением или логикой, потому что логика является сущностью этой тотальности мышления. И занимая каждое свое определенное место, эти противоречия все снимаются, все философии укладываются в систему Гегеля, и вот Гегельская философия является вершиной философии, собственно, и вся проблема с философиями, вся проблема с обоснованием наук, как этот проект, который пытался Кант выстроить, что есть математика и естествознание, должно быть как-то объяснено, почему они возможны. Этот проект через фихта завершается в Гегеле, то есть Гегель объясняет, почему они возможны, потому что вот есть вот это тотальное смышление, некая единая логика, которая пронизывает весь мир, который является логической идеей, да, или там Богом, и вот она пронизывает также все исчастности, в том числе и на логике. В чем состоит лингвистический поворот, о котором я говорю? Он состоит в том, что я понял, что логика это некая одна из возможностей. Другой возможностью, как я вчера это докладывал, является восприятие. Мы говорили о том, что мир является двухслойным. Представление о том... Вот здесь есть сначала надо бы рассказать некое представление о мире, как складывается это представление классической философии. Дело в том, что классическая философия, начиная с Деканта, но, прежде всего, больше всего, Канта, она понимает мир как реализацию субъективной способности. Есть субъективные способности, чувства и мышления. И мир должен как-то в этих способностях себя реализовать. То есть, некий приоризм Канта состоит в том, что как бы все мы познаем субъективно, и весь мир входит к нам, как познание, только субъективно. И входит он к нам, естественно, через те пути, какие у нас имеются. А именно через две способности. Через способность созерцания и мышления. Причем мышление это способность понятия, а созерцание это способность чувств. Откуда возникает такая двоица? Потому что способности у человека два, и весь мир распадается на эту. Согласно... Такая сложность у нас. Через четыре человека пересел. Способности у человека два. Две способности, существенно различающиеся. Это способность чувствования и способность мышления. И согласно этому, так же и мир должен состоять из способностей соответствующих чувству. То есть из того, что в мире соответствует чувству, и из того, что в мире соответствует мышление. То есть мир подчиняется тому, как устроен субъект. Но мы... Я на прошлом докладе объяснял, что на самом деле уже в восприятии есть некое чувственное всеобщество. Откуда оно берется? Дело в том, что сознание является себе тождественным, оно сохраняет. Вот я сохраняется, я равно я. Я сохраняю себя в многообразии или во времени. И благодаря тому, что оно является само тождественным, оно заражает тождеством то, что воспринимает. То, что как бы в мире перед ним предстает. То есть, иначе говоря, все становится тождественным. Весь мир превращается в мир тождественной сущности. Или в мир вещей. На основании этом Гегель делает вывод, что уже в восприятии присутствует мышление. Почему? Потому что для него сознание и мышление – это некая единая способность, проявляющаяся, может быть, в различных. Немного по-различной, но в целом, как бы, единая способность. И поэтому уже в восприятии, если восприятие есть всеобщность, значит, в восприятии уже присутствует мышление. Но я в прошлый раз объяснял, что так нельзя заключать, потому что всеобщность, чувственная всеобщность, которая проявляется в восприятии, и восприятие, и всеобщность, которая является всеобщностью понятия, всеобщность мышления – это разные вещи. Потому что всеобщность понятия – это есть всеобщность подведения единичных под некую, как бы, Общность, допустим, разные животные подводятся к понятию животных. А всеобщество, которое есть в восприятии, это есть нечто, сохраняющее себя в многообразии. Вот как я сохраняю себя, в зависимости от того, что перед ним меняется некое многообразие чувственных данных, или многообразие вещей, оно остается равным самому себе. И тем самым заражает все вот этим равенством, все становится некими тождественными существами. Это совсем другое понимание всеобщества, и поэтому их нельзя отождествлять. И тем самым указывает на то, что уже в восприятии есть всеобщество шли. И основываясь вот на этом развлечении, я указывал на то, что правильное восприятие мира надо немного перестроить. Я когда-то указывал, что я пытаюсь выстроить некую новую логику, которую я называю симптоматологией. Вот такое предварительное понятие, которое состоит в том, что я пытаюсь в самих феноменах смотреть некие симптомы того, как устроен субъект. Так вот, я сейчас усматриваю, что то, что восприятие, всеобщество восприятие является, никак не относится к мышлению, не является, собственно, производной отмышлением. Я об этом усматриваю некую, как бы, особенность, симптом того, что мир устроен по-другому. Что мир не дробится, согласно, как мы думаем, нашей способности, а мир устроен по-другому. То есть мир как-то сам нам предстает, как мир вещей. Если мир предстает, как мир вещей, а вещи уже есть нечто самодождейственное и сохраняющееся, что тут очень важно? Что мир есть на самом деле значащий мир. То есть мир есть, как бы, некое единое целое, которое что-то значит. Мир не просто есть, мир как бы незаинтересованных вещей. Классическая философия как подходит к миру? Есть некое незаинтересованное отношение к вещам. Есть некий предмет познания, и есть незаинтересованный исследователь, который как бы по этому предмету как-то внешне подходит и его изучает. На самом деле это не так. На самом деле мир изначально уже всегда что-то значит. Мир у нас всегда наполнен вот этими значениями. Причем значениями, которые не связаны с мышлением, что очень важно. А просто потому, что мир так устроен, что мир есть мир вещей, и эти вещи что-то значат. Откуда взялись эти значения внутри мира? На самом деле мир как бы имеет структуру слоеного пирога. То, что мы видим, картина созерцания, которая перед нами стоит. На самом деле эта картина представлена как многообразие вещей и то, что происходит с вещами. И у нас есть способность мыслить эти значения, которые являются чем-то потусторонним этой картины. Мы говорим о том, что одно значение отсылает к другому. На самом деле здесь работают сразу две способности. Способность созерцания, способность восприятия. Потому что созерцание, это как бы у Гегель термин, у Канта значит определенный, просто не хотел бы к нему прибегать. Лучше говорить о восприятии. Мы воспринимаем мир вещей, и одновременно работает мышление. Мышление, оно занято задним планом, оно занято планом смыслов, а восприятие занято передним планом, оно занято тем, что мы видим непосредственно. Поскольку то, что мы видим, можно говорить о том, что они являются знаками, связанными, то мы на самом деле воспринимаем мир как некий текст. Мы его как бы вычитаны. Точно так же ведь устроен язык. У него есть как бы уровень материального, то есть слова, которые сформированы в речь, в письмо, некий носитель, некие знаки. И есть уровень смысловой, потусторонний. То, что через слова мы понимаем. Так же и мир устроен как текст. Мы на него смотрим, он для нас что-то значит, и мы из него вычитываем, что мы в нем понимаем. Поэтому... Он сам по себе устроен как текст, а не то, что мы его означаем. Сам по себе устроен, да. То есть он, вот есть такая гипотеза, да, и ты ее доказываешь, что мир он сам по себе устроен как текст. Я пока как бы этот вопрос, я же не пытаюсь систему выстроить от начала, да? Я пока пытаюсь как бы понять, какую-то картинку нарисовать перед собой, с чем тут можно работать. Для того, чтобы это потом апатетически выстраивать, надо действительно обсуждать, как нам нужно аккуратно к этому подходить. Как говорить о мире, что он сам по себе что-то значит. Что значит мир? Значит еще мир. Что значит мир как текст, да? Да. Это для кого? Он текстом является даже для животных. Потому что животные в этом мире живут, они в нем как-то ориентируются, они захватывают пищу, они ищут место, сохраняются. Ну этот мир, он значит вне зависимости от языка. На самом деле мы в мире-то привыкли. И я... Цветку, то есть розе, продаем различные смыслы. Я как раз... Звоза это либо цветок, либо символ любви. И так и для животного. А для верблюда это символ пищи. Это хороший разговор. Потому что как раз отличие нас от животного состоит в чем? Это я просто хотел дальше сказать. Дело в том, что животное живет в стихии непосредственности. И он как бы... А животное является некой как бы... Он как бы вычитывает текст в самом действии. Для него животное действует, и это и чтение текста для него. А для человека не так. У человека есть дублирующая система, а именно язык, который точно так же двухслойен. Он дублирует мир. И человек может не только действовать. Человек может точно так же непосредственно действовать и сам... И прочитывать эти значения в самом действии. Он переходит от одного действия к другому. Он берет топор, начинает друбить дрова. Да? Он читает как бы природу. Интуиция, она таким образом получается. А человек, в отличие от животного, может не только понимать всем телом, то есть действия, но может еще и читать. Нет, а человек может еще... У человека есть еще язык, и он в стихии языка уже является свободным. Дело в том, что когда мы движемся... Ну, это и называется читать. В стихии языка свободным. Нет, ну я же бы сказал, что читать можно двоярко. Может действовать, читать, то есть переходить от знака к знаку. То есть я рублю дрова, да? Я беру топор, рублю дрова. Я беру лозу, как я беру. Да, а можно на самом деле просто то же самое как бы проигрывать в стихии языка, но уже свободно. То есть я уже... Мне не надо для того, чтобы что-то сделать, это начинать рубить дрова, да? Как бы переходить от предмета к предмету, то есть непосредственно действовать. Я просто сижу, и как бы в самом языке вот эта вся структура мира, она развернута. Я свободно перехожу от значения к значению. Потом, как бы, допустим, я дошел до какого-то нужного значения, могу вернуться в этот мир, что-то сделать, и потом проверить, что-то утащить, потом обратно возвращать язык и дальше двигаться. То есть ты мысленно рубишь дрова? То есть... Да. Это... Мысленно сажает лес. Да. То есть язык есть та система, благодаря которой... Если бы он был дрова, это было бы еще не так. Благодаря которому... Вот смотрите, вот животные, получается, тоже сознают. Животные точно так же мысли. Только отличие состоит в том, что все это происходит у них в стихии самой жизни. Да, стихии как бы материальной. То есть они просто вброшены в нее, они не могут от нее цепиться. И они переходят от одного действия к другому. От одного действия к другому. От пищи к сну, от сну к пищи, и так далее. Вот они захвачены этим процессом. Полностью. А мы... Вот это язык... У них нет языка. Да, у них языка нет. Получается нету, да. Да. Нет, и тот язык даже, который у них есть, да, там, язык сигнал... Ну, танец, танец, человек, он... Нет, танец, язык. Сигнал язык. Сигнал язык. Он все равно вшит. Понимаешь, в самом деле. Сигнальная система. Да. А тут у нас есть такая вот сигнальная система, если можно выразиться, Как ты понимаешь, что если лежит опор, то им нужно рубить? Вот это... Вот тут как бы... Что интересно? Фактически то, что я говорю, на самом деле, это... Есть некий переход к философии Хадиггера. Вот Хадиггер критикует классическую философию за то, что она рассматривала мир как мир вещей, не заинтересованных. А он говорит, что надо избавиться от такой установки и рассматривать мир как мир подручных вещей. То есть наши способности и возможности, он говорит, спроектированы на мир, и мир для нас всегда выступает как мир значений. То есть на самом деле нету такой вещи, как топор. А есть просто возможность моя рубить, да, которую я могу направить на то, что мне надо достигнуть для какой-то цели. И поэтому топор есть некое продолжение моей руки, моей возможности. Но надо сказать, это развлечение несущественное все-таки. Не, ну просто суть вопроса стоит, что мир вокруг меня... Подумочный. Да, подумочный. Это существенное различие. В чем различие состоит? В классическом варианте мир есть мир вещей, но как бы не заинтересованных. Понимаешь, что я могу разглядывать вещи. Конечно, здесь я тоже могу начать разглядывать вещи. Но в каком-то смысле мир как бы вокруг меня формируется как то, как я к нему сразу уже отнесен. Я уже соотнесен с ним в смысле значений. То есть топор, в нормальной мере топор станет к топоричу, а у Хадигера топор отца на этой моей возможности и мемцубедии. Да, именно так. Ну это не... Только не к топорищу. Почему? Топор просто есть вещи. У которого есть профиль, который можно обойти и смотреть. Он не к топорищу, а отсылает, скажем. Ничего он не отсылает. Профиль топора отсылает топору как к приводку. Не, профиль топора отсылает топору как к вещам. То есть все, эта вещь изолирована, и мы вокруг этой вещи ходим. А здесь очень важно, что топор сам по себе всегда вшит в некий контекст. И отсылает все как к моей способности, и с помощью него что-то сделать. Он потому и топор. Почему? Потому что как бы есть некая моя возможность с этим топором как-то оперировать. То есть вот мир, как мир значащий. Это вот для меня некий новый переход. Хорошо. Это значение, давай просто на этот вопрос. И это значение, оно как-то разлито именно в самом мире. Это не с неким произволной, да? Это топор существует и возможность до того, как ты открыл глаза. Я не посмотрел на него. Вот смотрите, здесь... И создал его. Нет, нет, дело в том, что здесь есть некий вот... Не, выходили, получается, знаешь, у Деканта. Я вижу, да? То есть понимаю топор почти все определенное. Значит, я существую. А вот здесь у Кадигера получают, что я вижу, следует на ядровосек. Я вижу топор, следует на ядровосек. Вот только в том, что... Да нет, дровосек. Откуда взялся топор? Кто еще там? Дровосек. Мои способности отсылает. То есть, ядровосек. Топор-то откуда взялся? Ну, это он вот так. Ну, нет, ну, именно... Не только способности. И способности, и возможности субъекта. Нет, ну ты пойми, что когда говорят, что он отсылает мои способности таким образом, я вижу топор, следовательно... Нет, вот ты пытаешься рассудить некую счастье. Я просто... Сейчас пока я... Ну, хорошо. Я пока... Если честно, с этим пока вплотную не разбирался. Давай не буду ее обсуждать. Хорошо, не буду. Суть вопроса состоит в том, что мир не просто является незаинтересованными вещами, набором каким-то разбросанным, да? А суть состоит в том, что он что-то значит заранее, как текст. Вот аналогия с текстом. Как с этим работать, я не знаю еще. Надо как бы брать категории, читать, я категорию. Просто вдруг натолкнулся на то, что надо взять категории и считать. Как бы... То есть, когда вещи, которые у тебя существуют, они же не существуют не просто никак, вещь как понятие, а как конкретная вещь. А поскольку она существует как конкретная вещь, она создана была как та же возможность, там, топор же создавался с возможностью, что им можно рубить. Да. То есть, разницы никакой нет. То есть, в том случае ты рассматриваешь топор, как топор индивидуальный, но в нем уже есть свойства, им можно рубить. А в втором ты просто отсекаешь все остальные и оставляешь только возможность рубить. То есть, ты не смотришь на него, как он железный, квадратный, пиморгонный и так далее. Все остальные от тебя уходят. То есть, ты рассказываешь, что это возможность. Нет, это так. Нет, как возникает значение... Может, он просто не хочет об этом говорить. Нет, и как возникает значение топора? Как? Может, считать, что есть заранее, где-то там в небесах, там, или где-то там в нашей голове, некое понятие топор, которое мы потом просто видим, это единичное сущее которое подводит к оппоненту. Можно я сейчас... Ну, мы сейчас уходим, но последовательно. Замечание. Может быть, тут еще и такое имеется, может быть, такая мысль тут есть, что в мире действительно всегда есть текст для нас. Но опять-таки, прочитывать-то этот текст мы можем по-разному. Ну, обязательно, то есть, воорчитывать мы можем по-разному, но обязательно, обязательно, как текст. То есть, условно говоря, золото, так сказать, золотом мы можем, так сказать, штамповать из него монеты и, так сказать, меняться ими, а можем, так сказать, открыть там какую-либо статуэтку и поклоняться. Да? Как индивист. Да это понятно. Просто, что Вселенная и есть библиотека, блин, высказывание является несколько избитым. Это можно. Ну, в некотором, действительно, в смысле, предыдущий доклад вот, Константин, он как раз пересекается. Я же, мы же уже заметили, что мы как-то параллельно двигаемся в разные пути. Двузначная библиотека. То есть, одно дело, мы непосредственно чувством читаем через наши рефлексы, вот, смотрим, там, ярко это, и подсознание, оно означивает вот эту информацию, оно создает для себя свои знания, на своих нервных импульсах, там, и так далее. Оно приобретает вот это знание, и свойства организма, в зависимости от того окружения, с которым оно за свою жизнь столкнулось, оно к нему приспосабливается перестройкой внутреннего. Она уже знает, это горячее. Все, потому что пока Стас уходит, я прошу прощения. Стас хочет сказать, что мир-то есть текст, но язык, на котором мы его читаем, не предъем. Два языка. Один язык натуральный. Да, это не язык. Вы говорите, когда мир что-то есть текст, что он связан. Вы только имеете в виду, что он единственное, что связан. А я имел в виду, что мир есть текст, что он значит. Это разные вещи. Это разные вещи. Мир связан, конечно. И в этот существенный текст. Но не только это я вкладываю смысл. А прежде всего, что он еще значащий. Не просто какая-то вещь, а которая меня может испугать. Важная вещь. То есть вся полнота моей связи с миром. Ну понятно. И другой наш социумный язык. Дискретный, вставленный уже воспитанием. Когда топор, это топор. Показали топор и все. А если бы он не знал, вот из другой цивилизации приехал, смотрит девайс какой-то. Никто ему ничего не говорит. Он на него непосредственно смотрит. И что он познает? Что это что-то тяжелое, твердое. И так далее. В своих знаках уже без навязывания смыслового. И отношение к этому непонятному, неизведанному у него будет свое внутреннее. И далее, обращаясь к какому-то социуме, ну вот два дикаря встретились, нашли топор. Никто им не говорил, не объяснял ничего. Но, крутясь с ним, раз, заметили какую-то вещь. И начинают договаривать. Потом ему ерунт привесят. Может, они его использовать будут просто как груз какой-то. Вот он им пригодился как груз. Это значит, другое значение. Они перестают быть топором. Они не рубят им, они не знают. Значение зависит от использования. Да. И вот тот язык, организм, он его вес-то почувствовал. Им где-то надо, потребность это была. О, пригодилось. Вот это как возможность. Значение предмета определяется нами. Топор может быть топором, а может быть грузилом. Именно так. Данность мира нам как возможность, вот тут правильнее. И человек, вот мера вещей. Вот он в мире крутится, его потребности, все. Он использует все возможности, которые познал. Вот если бы лежал, он на него смотрел, не брал бы в руки, не познавал бы его самим собой, не приценялся бы практически. Смотрел бы, он бы не знал. Легкий он, тяжелый, острый, тупой. Ну, лежит форма. Бессмысленная совершенно. А вот когда столкнулся, познал, или на ногу ему упало, вот этот рецепторный язык, он познал его. У него уже тут сложилось знание, натуральное знание, насколько он его познал. Однако люди с разных континентов, создавая независимым духом, какие-то вещи, потом меняются и понимают, для чего это нужно. Так культурно. Может быть, конечно, культурно. Что вещь, всякое явление мира, оно есть возможность разного знака, но оно не может не стать знаком. Ну да, да. Главное, что это одинок. Да, именно так, да. В разных. Он еще считает, что у тебя есть имманентный смысл в мире. Да. Видишь, он еще и считает, что имманентный смысл. Ну, то есть, я хочу сказать, что мир втянут, как на есть никакая тоталис, она присутствует, да? Как бы тоталис сознания и несознание спротив. Но только этот тоталис выразил в языке. То есть, есть некий божественный язык, на котором... Нет, 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 ты не понял. Мир, каким образом это присутствует? Потому что язык и мир так связаны тесно, что языка вне мира нет. Как ты будешь пояснять слова, если нет мира? Да, мир и язык это не... Слово для леса и миру одно, да? Нет, язык есть некое вестилище, дом бытия, как говорится. Как бы не отрываем от мира. Я хотел просто сначала объяснить, почему именно лингвистический поворот. А в чем тут смысл? Смысл стоит в чем? Вот смотрите, Гегель строил некую формальную систему, да? Понятие. Он считал, что он завершает философию, как бы, потому что он действительно определил некую науку логики, да? Вот систему логики. Казалось бы, после нее философия должна была кончиться. Но тем не менее, она продолжалась. В чем проблема-то случилась? Проблема случилась, что любую формальную систему надо выразить на неком естественном языке. Что сама формальная система, она недостаточна. Она всегда требует своей интерпретации на каком-то языке, на котором она выражена, да? Получается, что большей цельностью, полнотой обладает естественный язык, на котором можно выразить любую формальную систему, да? То есть вот этот естественный язык, это естественный способ, каким мы скатываемся, когда отказываемся от логицизма, да? Когда отказываемся от того, что логика является целым. Целым является не логика, а язык естественный. Мы от него отказываемся, и тогда получается, что логика вписана в язык. Она присутствует, конечно, она, конечно, важна. И что это, никто это не отрицает. Но просто язык является более естественным. А почему? А потому что, как я уже сказал, во-первых, он на самом деле обладает бесконечными возможностями, да? И синтаксические, да? И как бы сам язык, он ведь, вот например, категории, откуда взялись, да? Я уже много раз повторяю, что категории, это как способы обвинения на суде, да? То есть в каком-то смысле все понятия, какие мы производим, логос, опять же слово, да? Что такое логос, логос? И слово, и смысл. Опять же, изначально, как бы, опять указывают на язык. То есть все, что у нас есть логическое, что логос логическое, да? Все из языка. То есть мы на самом деле пытаемся абстрагировать из языка некие структуры, которые называем логическими. И тем самым почему-то считаем, что они более являются чем-то первичным, да? По отношению к всему остальному. Но если мы постоянно работаем с языком, и постоянно все, чем язык наполнен и обогащен, это как бы из него забираем и что-то строим, формальные системы, там, системы математики, все что угодно, там. Это науки строим, да? Но тем не менее мы все, откуда это черпаем? Из языка. Почему из языка, а не просто из мира? Потому что мир все-таки, как бы, если мы просто будем проживать мир, как вот я, как животные это делают, искаляясь действия, да, то есть на самом деле прочитывать мир своими действиями, то это неэффективный способ, неэффективный способ что-то познавать. Мы, конечно, к миру постоянно возвращаемся. Но язык есть тот эффективный способ, который мы можем проживать, да, и тем не менее не оказываться захваченным, да, не оказываться порабощенным действием. То есть мы можем из языка двигаться, 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 что-то выстраивать, а когда нам нужно, мы можем раз, обращаться к миру, потом, поскольку язык всегда спроектирован на мир, они связаны. Это некие две системы, постоянно вместе функционирующие. Все, язык обогащается за счет мира, да, и как бы, и мир для нас становится более ясным, поскольку если разрешающая способность языка, да, все больше, более у это усиливается, допустим, появляется все больше и больше слов различий каких-то, как, это каких-то вот аспектов, да, чем больше появляется возможности различить в языке, тем больше появляется возможности нам видеть через этот язык, мы как сетку, через него видим. Если различие в языке есть, значит, это различие можно увидеть и в реальности. Если в языке этого различия нет, мы и не видим ничего. Язык может, что язык нам дано изначально? Язык, на самом деле, это система, которая не дана, это некая динамическая система. Вначале, я говорю, люди, видимо, но это уже как бы уже такой, не философский разговор, да, точно так же, как животные прочитывали мир, исходя из действия. Солнце встало, как бы, начали работать, от солнца село, это легли спать и так далее. То есть, они жили в естественном, это, они прочитывали мир, как язык, но естественным способом. Откуда произошло тогда разделение? Произошло разделение, поскольку возник социум, да, у вас возникла ненебходимость коммуникации. Необходимо было, мне не дать опыт. У животных тоже же есть социум? У животных тоже есть социум, да. В таях, провейники. Но у нас это, в отличие от животных, развилось сознание. Сознание было необходимо, потому что для того, чтобы социум выжил, да, необходимо было, чтобы каждый отдельный особь, на самом деле, саму себя ограничил. Да, свою свободу ограничил, чтобы дать возможность в себе другой выжить. Да, 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 да. Это необходимая взаимопомощь, необходимая социальная жизнь развили в нас сознание. То есть, как бы, вот так, побочным образом. А потом уже, благодаря сознанию, у вас возникло, как бы, так же и наше... Что такое сознание? Одно из функций сознания состоит в том, что мы отличаем себя от иного, да, от мира. То есть, вот, как бы, я, вот, я внутри себя, да, а есть мир, как бы, он, а то он, как бы, другой. Просто, получается, тогда язык, который у нас есть, он не охватывает всю полноту внешнего мира. Естественным образом. И язык, я говорю, динамический системный. Он ограничен, и с помощью языка, получается, мы можем познавать только ограниченные возможности и ограниченную часть мира. Смотри, вот, ты вот интересно говоришь, вот, есть такая проблема, связанная с тем, как мы мыслим, да? То есть, можно ли мыслить вне языка? Ну, казалось бы, может быть, можно, да, образами, там, как-то мыслить, да. Можно ли? Но это тоже язык. Да, но это тоже язык, да. Можно ли выйти за рамки языка в мышлении? На самом деле, это вопрос очень сложный. Это первый вопрос. А второй вопрос, кто мыслит? Вот, когда происходит мышление, кто мыслит? Мыслит язык или ты? Вот, у тебя возникает языковая необходимая... Ну, например, у меня возникает языковая необходимое что-то выразить. Я начинаю говорить слова. Кто подбирает значение? Как возникает так, что я успеваю следующее слово найти? Ну, успевать... Ладно. Не-не-не, подумай. Значит, какое слово? Это же не автоматизм. Я же пытаюсь выразить некий смысл. Кто направляется? Кто... Вся эта работа как совершается? Не получается ли так, что язык обладает какими-то возможностями? Я хочу что-то выразить, а язык сам подбирает, как это можно сделать. Кто мыслит-то? Понимаешь? Можно подумать, что я мыслю, что у меня есть замысел. А можно подумать, что язык мыслит. Просто я есть способ, каким язык осуществляет свое мышление. Язык-транслятор, я бы сказал. Это один банков. Вот интенция разума, которая в подсознании, вот этот порыв себя излить, вот то, что накипело, подготовлено, выразить вот это. И вот эта интенция вовне изливается через этот преобразователь. Можно по-русски, по-немецки сказать. Это стандартная модель, я согласен. Я эту модель не критикую, я просто хочу сказать, что, возможно, и другая модель. А, да, там мощная автоматика, которая... Возможно, другая просто модель. Возможно, что в языке уже, как бы, с каких-то позиций все продумано. И я только... Нет, это продумано изначально. То есть, когда ты смотришь... Продумано в том смысле, что язык... Когда ты смотришь на кружку, в языке уже есть конструкция, кружка, чай, вода и так далее. Язык, это что такое кружка? Она же в реальности с чем-то связана. Она уже что-то значит. Уже есть некий контекст уже, что можно сказать в принципе о кружке. Так я тебе и говорю, когда ты видишь внешнее нечто, в языке уже, с ней уже связана некая конструкция. В многое что-то. И ты просто эту конструкцию, ты просто выливаешь... Речь от излития смыслов через их ярлыки. Вот этот смысл, он в ярлыках просто упаковывается в слова, и этот товар пошел на экспорт. Так же мы и получаем. Мы получаем коробки, распечатаем, выливается все. И разум варит уже на своем языке. Это просто переберет. Получается, откуда берется открытие? Или новое? Откуда берется что-то новое? Если все язык, то есть получается кто? Нет, как ты еще раз говорю, язык связан же с миром. Из опыта берется. Не так получается, что мы где-то там... У нас есть какие-то оприорные понятия, и мы в этих оприорных понятиях можем двигаться и новое знание добывать. Нет. Конечно же, все происходит из опыта. Все из опыта. Но... А как у Гигеля новое появляется? У Гигеля возможно мыслить, как бы, есть спекулятивное мышление, которое может новое знание добывать и не в чистоте мышления. У него такое возможно. А в этом у него состоит критика. И, собственно, это диалетическая логика, то, что мы сейчас называем, это есть как бы своего рода новая некая логика, которая бы позволяла в чистоте мышления добывать, ну, как бы, новую некую конструкцию. Да, что хочешь. Из нуля можно, что хочешь. Да, из нуля можно, что хочешь. Что хочешь. Вот, поэтому, честно сказать, спекулятивно. Хочешь, нужно бытие барабашки доказать, там, ну, что угодно. Ну, Канн считал, что это невозможно. Чистоте мышления, как бы, там, рассудок или разум, он запутывается в каких-то там проблемах, да, и реально, как бы, никакого знания не добывает. Он не может. Им обязательно нужна опора на опыт. То есть, понятия применимы только к опыту. Да, это честнее. Да, это более честная, эта позиция действительно более правильная. Ну, собственно, вот этот, как бы, вот мой доклад как раз equivalent, то, что я вот пытаюсь, я добрался сейчас до никого предела, до которого я уж только мог добраться, додуматься, да. Дальше я не знаю, что надо додумать. Дальше надо просто взять и просто думать уже. Дальше мне нечего говорить. Во-первых, я на самом деле что говорю, что я вот вот в Гегель сейчас перехожу к Хайдегеру. То есть, я не знаю, буду ли я писать там критику Хайдегера, да, там, может, народ там испугается. Чиститку грязного Хайдегера. Критику чистит грязного Хайдегера. Да, да. Я к тому, что как бы все, я оставляю Канта, я оставляю, наверное, Гегеля, а теперь буду читать Хайдеггер. Ну давай, почитаем, будет интересно. Интересно, будет ли народ там сопротивляться, если вдруг что-то. Давай Хайдеггера почитаем, будет интересно. Давай семинарчик-3 сделаем. Я и предлагаю сейчас заняться Хайдеггером, потому что мы много занимались Кантом, много занимались Гегелем, и Дикантом, то есть как бы основные фигуры прошли. Теперь надо вот перейти, попытаться и понять, что такое Кантом, потому что фигура значимая вообще, и прям во многом, как мы уже много этим занимались, но нами забыли, да, мы как-то все занимались, занимались и считали, что это как-то не очень серьезно. То есть, конечно, мы почитаем, может быть, прикольно, он же текст поэтический. Он мне понравился, да. Он говорит, вещей вообще нет, вот вещь мы увидим впервые, вещь, вот как она в мире есть, когда мы познаем весь мир. Вот тогда вещь, а это мы придумали, что это чашка, или там стол, или еще что-то. Это наши социальные, элементы нашей социальной игры, которая в этой игре удобна. Вот это мяч, это ворота, это вот это. А в мире это вообще совсем, это подручная. Понятно, что в мире, по большому счету, есть только электроны, которые летают. Вопрос только подручный для чего. Вот если мы играем в футбол, договорились, конвенция вот наша, вот, это вполне определено. Мяч, это мяч, ворота, это ворота. И не смей изменять правила этой игры, будешь наказан. Вот. А если сказать, что вот, ну нет, вот вышли футболисты на поле, ворота, мяч, все, а им говорят, а мы не в футбол играем, а во что, да. И все потерялись, все. То есть их бросили вот во вселенную и так далее. А не, а как, а это, и, ну там, по инерции опять в футбол сыграют, больше они знать ничего не хотят, они запрограммированы. И вот это... Они не запрограммированы, для этого создали мяч и ворота. Ну, так правильно, но возможности того же мяча и тех, ворот и так далее, нам вообще неизвестно. Мы их узнаем, когда мы познаем весь мир во всей полноте. Так зачем? Нам мяч нужен, для того и нужен, чтобы играть в футбол. Это его случайно. Это футболистам нужен, а мне он вообще не нужен. Нет, это пояс. Я его как стул вижу. Нет, это понятно. Везде вы можете эту вещь использовать как угодно. И знаете, что более интересно, что говорят у эскимосов, по-моему, там 600 оттенков белого. Снега. Снега, да. А я, честно говоря, у меня один оттенок. Ну, в уфор мы не видим. Мы не видим чего-то. Мы не видим. Просто не видим. Не хотим видеть. Нам это не надо. На сколько все-таки значение может различаться? Нет, я не спорю, что может различаться. Но от того, что мяч футбольный, кто-то видит его как стулок. Вот играет в футбол. Ну и что? Мяч из создавания для того, чтобы играть в футбол. Если кто кому-то не нравится, может использовать это в другом. Привезли какого-то бушмена, который не знает футбол. Это не важно. Это непосредственное зрение. Ты не догадаешься, как к нему отнесется. Вот человек мера всех вещей. Вот ему попалось подручное. Нет, это понятно. Так нету этих мячей, как мяч. Нет, как раз наоборот. Есть как раз именно только мяч. Для футболистов есть только мяч. Нет футболистов, нет никого. Нет мяча. Есть мяч. Нет мяча. Случайно положим, мяч образовался. И вот мы прилетели на эту планету. Мы футбола не знаем, ничего. Мы смотрим, о, колесо круглое. А что это? Для всех футболов. А это, казалось, я не смогу. Мы относимся к чему-то в силу собственных внутренних свойств. Вот нейтрино летит, оно не знает, заряды, не заряды. А вот пролетело, и все. Для нее Земли нету, галактики. Это и полетело в другую. Вот что отрезонируется ее внутренним свойством? Может, она вообще раз, и нашла пару себе. Нет, просто так не произойдет. Это есть определенный закон, по которому она взаимодействует с остальным миром. Мы не знаем его. Опять же, мы нейтрино не знаем чашку. Не важно, чтобы не знаем, он есть или нет. Откуда? Я не знаю. Я говорю, мы это узнаем, когда мы познаем. Вообще, в принципе, есть или нет. Ну что, а еще чем-то? Все. Ну, как бы просто маленькое добавление связано с тем, что отсюда выход в поэзию и литературу, ну это естественно. А во-вторых, я вижу просто выход и объяснение, почему, как бы, всегда мир центрируется вокруг человека. Вот весь мир, на самом деле, он же антропоморфик, он просто центрирован. Человек – центр мира, да? Так получается. И взять любую религию, да? Получается так, что все вокруг человека. Все, как бы, предназначено, чтобы человек, как говорилось раньше в теологии, да, специально придумана вода Богом, да, чтобы человек мог пить воду, ловить рыбу, там, специально придумана земля, чтобы он мог сажать, там, на ней, там, пшеницу и так далее. Специально придуманы кошки и собаки, чтобы одна мышей ловила, а другая охраняла, и так далее. Нет, просто все так, как Бог для человека. Да, все, как бы, вокруг человека и для человека. Но потом мы понимаем, что это не так, да? Что, на самом деле, это наше только. Это наш способ измерения. Это эталон, мы ко всему прикладываемся, и в своей валюте все. Да, это наше человечество, это наш шерсть, который мы спроектировали на мир, и тем самым мир стал подучим. Это только что-то того, что точка зрения. Из человека идет, мы все, и ярлыки, соответственно, развешиваем. Ну вот надо действительно Хадиггера плотно прочитать, и пару семинарам посвятить Хадиггеру. Нет, он вот это чувствовал, я восхищенный, вещи прочитал его. Полагаю, что я понял, что он хотел сказать, потому что у меня свои такие же были, резонансы. И прямо, ну вот как я написал вообще, мой текст, списали в меня отсюда. Я лучше не напишу, может, напишу когда-нибудь. Никогда. Спасибо вам. Спасибо.